Привет, мои дорогие! Рада вас всех видеть на своем канале. С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. Это видео я хочу посвятить такой, на мой взгляд, действительно очень современной теме, а именно нимфомания. Что же это такое? Оскорбление, все-таки термин или болезнь? Давайте сегодня с вами эту тему обсудим, потому что, на мой взгляд, действительно встречаются часто женщины, которые по какой-либо причине, ну, будем говорить, у них есть эти симптомы. А я всех вас приглашаю на свой интенсив, который стартует совсем скоро, где в течение 7 дней мы будем прорабатывать вашу сексуальную энергию. Внесем искорку в ваши сексуальные отношения, и вы почувствуете новый этап ваших отношений, почувствуете новые, то есть чувства, эмоции вам откроются, и действительно ваша жизнь кардинально изменится. Я вас всех жду, ссылочка под описанием к этому видео, и мы с вами стартуем. Так вот, нимфомания, что же это такое? То есть многие, еще древнегреческие ученые разговаривали, да, описывали эту тему, и то есть это гиперсексуальность. Причем сегодня мы с вами поговорим, что же это такое за гиперсексуальность, то есть когда она появляется, потому что в норме, да, гиперсексуальность может быть, но гиперсексуальность как раз возникает в подростковом периоде у подростков, когда вот происходит вот этот огромный гормональный скачок, что вырабатывается и большое количество эстрогенов, и большое количество тестостерона. И вот в тот момент подростки активно начинают, вот это им все интересно, у них вот эта повышенная, да, выработка гормонов, мы с вами эту тему тоже обсудим, то есть как в этот момент работать с подростками, как им все-таки объяснить, что это не должно быть вот каким-то вот образом жизни. Соответственно, у многих женщин действительно такая существует гиперсексуальность, то есть женщины хотят вступать в половые отношения для того, чтобы получать какие-то новые эмоции и новые ощущения. Именно поэтому часто и возникает такая проблема, что ко мне приходит женщина и действительно говорит, я не знаю, что делать, я понимаю, что это плохо, но мне постоянно хочется с какими-то там непонятными людьми, то есть это беспорядочные половые связи. И женщина сама понимает, что в принципе это не является нормой, но вот как с этим быть, это такой вот действительно интересный момент. Так вот, все-таки нимфомания относится к расстройствам сексуального поведения, да, то есть именно патологией является сексуального поведения, то есть это не является нормой. Причем, что самое интересное, желание появляется именно в голове, потому что мы с вами прекрасно помним, что у женщины это все очень-очень вот так вот сильно-сильно-сильно взаимосвязано. И, соответственно, желание появляется в голове, женщина активно про это думает, то есть может перед этим была какая-то травма, может стоит какой-то блок, то есть здесь, безусловно, нужно разбираться. И здесь именно, что стоит вот такой вот как бы приоритет, что женщина вроде бы хочет, она активно там ищет какие-то половые контакты, но они обычно не приносят ей какого-либо удовольствия. И то есть, по сути, она их ищет для того, чтобы все-таки вот найти, да, то есть ищу там то, не знаю что, то есть она ищет, чтобы их где-то, где-то, где-то найти. Но с каждым новым партнером она, то есть, разочаровывается и не получает тех самых ощущений, которых ищет. То есть, и поэтому вот так и получается, что у нее большое количество разных половых связей, которые не приносят ей сексуального наслаждения, которое все-таки она вот ей требуется. А требуется, потому что психологически она себе навязала, что вот я хочу, вот должно быть то-то, 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 то-то. И, соответственно, она таким образом ищет, 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 и, соответственно, перебираем разных мужчин. И разберем другую ситуацию, это асексуальность, то есть, наоборот, когда ничего не хочу, ничего не буду, и ничего мне не надо. И вот эта ситуация именно является вариантом нормы. Что самое интересное, и действительно, некоторые люди, определенный процент людей, он, да, совсем небольшой, но есть люди, которым реально ничего не надо. И это, опять же, вариант нормы. Причем психологически, да, они могут ходить на свидания, они могут вступать в какие-то романтические отношения, но им не нужна близость, да, то есть, половые контакты им не нужны совершенно. И это вот тоже такой определенный тип, да, людей. Поэтому что же с этим делать? Безусловно, имфомания и асексуальность, это не является вариантом, да, который, вот, допустим, нимфоманию надо так оставлять. Нужно обращаться к психологам, психотерапевтам. И действительно, сейчас очень многие психологи занимаются, психотерапевты лицензированы, они занимаются с этой проблемой, и действительно, есть очень хорошие результаты. То есть, вот эту вот цель, которая в голове подсознательно поставлена, там, искать какое-то там сексуальное удовольствие, перебирая разных партнеров, то есть, женщины от этой навязчивой мысли отказываются. Поэтому, если такая проблема есть, это действительно патология сексуального поведения, поэтому с этой проблемой нужно все-таки ее как-то вот решать, а именно обращаться к психологам, которые с этим смогут справиться. А я вас всех приглашаю на свой интенсив, который стартует совсем скоро. Ссылочка под описанием к этому видео. Если вы хотите поделиться своим мнением, пожалуйста, пишите, что вы думаете насчет нимфомании. Если у вас знакомые нимфоманки, да, как они с этим справляются, пишите ваши комментарии. Если понравилось видео, ставьте лайки. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы нам с вами встретиться и разобрать новые очень интересные видео. Я вас благодарю всех за внимание и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok